ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире Парасад, программа Северо-Казахстанского государственного университета имени Монаша Козыбаева. И с вами я, ее ведущий Богдан Петров. Ближайшие 20 минут все самое важное и интересное из жизни университета. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем скоро мы отметим 73-ю годовщину Великой Победы и 26-летие Вооруженных сил Республики Казахстан. Традиционно в нашем ВУЗе проходят торжества, посвященные этим датам. Начались торжества с построения личного состава военной кафедры на площади перед главным корпусом университета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем к собравшимся обратился ректор СКГУ имени Монаша Козыбаева Серик Омирбаев. В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность советской армии, ее высочайший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная любовь к родине. Уважаемые студенты, как будущие защитники Отечества, вы должны брать с них пример. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны, вам, труженики тыла, ковавшие победу, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужества. На праздник были приглашены ветераны труда, вооруженных сил Республики Казахстан, труженики тыла и другие почетные гости. Победа в войне была достигнута тяжелым ратным трудом всех народов Советского Союза, как на фронте, так и в тылу. В боях на различных фронтах против фашистской Германии и ее сателлитов принимали участие 1 млн 366 164 казахстанцев, что составляет 21% всего трудоспособного населения Казахстана. В ветеранской организации нашего университета состоят один участник Великой Отечественной войны и 31 труженик тыла. Поздравляю всех ветеранов, преподавателей и студентов с этими великими праздниками. Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, счастья, успехов в учебе. Сегодня дело защиты Отечества готовы продолжить курсанты военной кафедры СКГУ. Всего за годы ее существования выпущено более 2000 офицеров и сержантов запаса. 7 мая 1992 года указом президента нашего государства номер 745 по созданию вооруженных сил Республики Казахстан были образованы наши вооруженные силы. Поздравляю всех с 26-летием годовщиной образования вооруженных сил Республики Казахстан с огромной признательностью и благодарностью, говорю слова ветеранам вооруженных сил Великой Отечественной войны. Тут же на площади курсанты военной кафедры показали свои умения в военизированной эстафете. Ветеранам и толовикам, почетным гостям праздника студенты дарили цветы и концертные номера, звучали песни военных лет. Молодые люди, отдавая дань уважения ветеранам, поздравляли всех с этими прекрасными праздниками. Поздравляю всех с 7 мая и 9 мая. Желаю на мирного неба, над головой здоровья, счастья, успехов, просветания. Всех с праздником. Поздравляю всех с Днем Зачиника Отечества, Днем Победы. Чтобы у вас была хорошая семья, хорошее будущее, чтобы Казахстан не вступал в войны и во всем мире не было войн. Я всех поздравляю искренне с Днем Победы и желаю всем мирного неба и крепкого здоровья. Во вместительной армейской палатке рядом с основным местом торжеств гостей угощали солдатской кашей из полевой кухни. В адрес ветеранов звучали слова благодарности и поздравления с Днем Победы и 26-летием Вооруженных сил Республики Казахстан. Днем Победы, днем Победы и vertерановления с Днем Победы и Новом directly Samuel Kask защитников нашей Родины. Субтитры создавал DimaTorzok На этой неделе мы вместе со страной отметили День Единства Народа Казахстана. Как отмечали 1 мая в стенах СКГУ, узнаете прямо сейчас. Праздник 1 мая в нашей стране символизирует дружбу и взаимопонимание. Это особенное для казахстанцев торжество. Наше государство – многонациональный дом, в котором мирно сосуществуют разные этнические группы и народности. Поэтому в такой день важно продемонстрировать теплое отношение к представителям других национальностей. Праздник Единства призван сблизить всех казахстанцев. Сегодня мы проводим фестиваль, интерактивное шоу, посвященное 1 мая, посвященное очень хорошему празднику – Дню Единения Народов Казахстана. Мне кажется, что этот праздник и это шоу очень важно и очень интересно. Ну, хотя бы потому, что это очень нужный праздник, потому что в таких регионах сложных, как наш, где проживает очень большое количество разных народов и национальностей, вот такие мероприятия, которые позволяют сплотить все нации и народности, оно очень важно. В нашем университете обучаются представители 32 национальностей. Среди них казахи, русские, азербайджанцы, грузины, немцы, поляки и многие другие. Этот праздник – повод не просто вспомнить друг о друге, но и искренне пожелать счастья и процветания. Концерт, подготовленный кафедрой русского языка и литературы, еще раз показывает, в какой многонациональной среде мы учимся. Наша группа РЛ-17 проводит сегодня данное мероприятие, в котором мы хотим продемонстрировать обряды и традиции народов Казахстана, проживающих на нашей территории. Успехи и достижение независимого Казахстана – это прежде всего результат великой и нерушимой дружбы всех казахстанцев, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Наш ВУЗ развивает международные связи. В этом году в число партнеров СКГУ вошла Якутская государственная сельскохозяйственная академия. В рамках программы академической мобильности приглашаются зарубежные педагоги для чтения лекций, а также происходит обмен студентами. 27 апреля студенты факультета естественных и сельскохозяйственных наук Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева отметили День Республики Саха. Местом для проведения праздничного митинга стала улица Конституции Казахстана, где установлена мемориальная доска Максиму Амосову, первому руководителю Якутской АССР. Максим Кирович руководил различными областями Казахстана в трудный период, когда сельское хозяйство оказалось разрушенным насильственными методами коллективизации. Часть своей жизни он отдал также и нашей республике. Вот и с 1934 по 1937 год он восхвалял обком партии сначала Карагандинской области, а потом уже Североказахстанской области. Самое интересное, что если мы внимательно почитаем историю этого человека, он в совершенстве владел казахским языком. То есть человек хотел понять, какие проблемы есть у народа, который проживает на этой территории, который хотел понять и изучить быт и культуру этого народа. Декан Фессен Сергей Пашков рассказал о сотрудничестве факультета с Якутской государственной сельскохозяйственной академией, благодаря чему студенты из Якутии обучаются в нашем ВУЗе по академической мобильности. Стоит отметить, что в рамках партнерства двух учебных заведений якутский педагог Агафья Платонова читала лекции будущим казахстанским агрономам, обучающимся в СКГУ. По академической мобильности они приехали к нам, его совершенно случайно увидели, эту мемориальную доску. Надеюсь, что мы теперь будем собираться здесь каждый год, ребята из Якутии будут к нам приезжать, и мы сможем таким образом почтить память этого выдающегося человека. Также в ходе мероприятия выступили студенты из Якутии. Максим Кирович Амосов сыграл очень важную роль в образовании Якутийской АССР, и мы очень ценим этого человека. Выступающие отметили важность этой даты и роль Максима Амосова как выдающегося политического деятеля 20 века. 22 апреля во всем мире отмечается День Земли. По случаю этого события в нашем ВУЗе прошел конкурс творческих работ среди учащихся школ и колледжей области, итоги которого подвели на прошлой неделе. Рисунки, поделки, фотоальбомы, видеоролики и даже научный проект. Все эти работы были представлены на выставке по итогам конкурса. Всего в нем приняли участие 117 ребят. Цель этого конкурса – привить именно бережное отношение к природе, экологическое просвещение. И сегодня в этом мероприятии мы еще рассказали о необходимости раздельного сбора отходов, вторичной переработки сырья, что является пропагандой по внедрению раздельного сбора отходов среди населения, студентов, школьников. И запланируем еще в будущем экскурсии на это предприятие, будущих молодых экологов и тех номинантов, которые участвовали в этом конкурсе. Учитель географии Смирновской средней школы номер 2 Каинского района Марина Никицова вместе со своими учениками вот уже третий год принимает участие в этом конкурсе. Учащаяся 10-го класса Карина Сарбаева – одна из призеров. Девочка своими руками изготовила необычную фоторамку, за что получила грамоту и ценный приз. Мы решили сделать фоторамку. Фоторамку мы делали своими руками в технике квиллинг. Это самое сложное было в этой поделке, потому что цветы я делала сама, цветы, вот эти полоски из квиллинга тоже все резала сама. Это как бы заняло очень много времени. Этот конкурс показывает нам то, что нужно беречь природу, нужно как бы стараться не выбрасывать то, что нам не нужно, а применять его в каких-то творчестве, в искусстве. То, что это нам, это красиво, и мы не загрязняем природу. Все участники конкурса получили грамоты, а победители и призеры – дипломы и денежные сертификаты от ТО «ЛС Петропавловск». Ансамбль современной и народной хореографии «Антурнан» существует в нашем ВУЗе вот уже 26 лет. Доброй традицией творческого коллектива стало проведение отчетных концертов, которые ежегодно собирают всех поклонников творчества танцоров. Ансамбль «Антурнан» также является участником и различных мероприятий, так как украшающий элемент. То есть мы участвуем и на конкурсах «Казакхаруэ», и на «Миссис КГУ», и на других различных конкурсах также и по области, и по городу. Совсем скоро у нас намечается поездка, выезд в область. Мы планируем всем составом съездить и выступить отлично. Ребята вместе с хореографом осуществляют различные постановки и творчески развиваются. Вот и сегодня они представили яркую программу. Я тоже являюсь солисткой ансамбля «Антурнан». Не на то, что мне 7 лет, я сегодня буду выступать. Я хочу сказать спасибо нашему руководителю ансамбля «Антурнан». Выступали на сцене не только «Антурнановцы», но и приглашенные гости. А в зале солистов ждали их родители и друзья. Аплодисменты не смолкали, ведь программа выдалась действительно насыщенной. На протяжении всего вечера в зале царила атмосфера настоящего праздника. Громкая музыка, улыбки зрителей, букеты цветов и, конечно же, громкие аплодисменты. Лучшая награда для каждого артиста. Ежегодно на отчетных концертах университетского зрителя радует своим творчеством фольклорно-этнографический ансамбль «Щертер». Он существует в нашем вузе вот уже 19 лет, и многие студенты кафедры музыкальных дисциплин стали его участниками. Отличительная особенность коллектива – древние казахские музыкальные инструменты. Адерна, Сабызгэ, Кэлкобэс, Сассернай, Житэген и другие. Завораживают своей мелодичностью, будто сама степь говорит со слушателем. Кстати, даже название ансамбля «Щертер» произошло от одноименного музыкального инструмента, который также представлен в репертуаре. Адерна, Сабызгэ, Кэлкобэс, Сассернай, Житэген и другие. Создан ансамбль. А еще для приобщения к родной культуре молодежи. Сегодня в него входит более 20 человек. В ансамбле играют студенты и абитуриенты, будущие студенты нашего университета. В репертуаре ансамбля произведения казахских и зарубежных композиторов. Наш концерт сегодняшний посвящен в рамках программы «Рухани Жангару». Нынешний отчетный концерт показал, что у коллектива появилось новое звучание, расширился репертуар. В концертной программе «Шертеровцам» помогали вокалисты кафедры музыкальных дисциплин, что очень понравилось зрителям. Участники коллектива со сцены передают незабываемый колорит казахских кюев. Признаются, что очень интересно осваивать древние национальные инструменты, вот так через музыку прикасаться к прошлому. Мой инструмент – это дамброприма. На ней очень интересно играть, своеобразная игра. Очень приятная атмосфера в ансамбле складывается. Все уже до такой степени сплотились, что помогают друг другу. Звучание древних казахских инструментов в сочетании со студенческой энергией и талантом подарили всем присутствующим прекрасные минуты наслаждения музыкальным искусством. Североказахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева – это уникальный мир образования, науки и творчества. Здесь обучаются порядка пяти с половиной тысяч человек. Подготовка ведется по трехуровневой системе – бакалавриат, магистратура и докторантура PHD. Наш вуз – колыбель новых кадров для страны. Будущие педагоги, технологи, агрономы, экономисты, инженеры, специалисты в области IT всегда востребованы на рынке труда. 90 – таков процент трудоустройства наших выпускников. Успешная карьера начинается здесь. СКГУ – это инновационные методы преподавания на трех языках. Современные научные центры и лаборатории – астрофизики, робототехники, микроэлектроники, агробиотехнологии и другие. СКГУ – это более 130 вузов-партнеров по всему миру, а значит, возможность обучения по академической мобильности в вузах Европы и СНГ. СКГУ – это динамичная студенческая жизнь, веселая и творческая, высокие спортивные достижения. Три студенческих общежития на 1126 мест. Запланировано строительство еще двух современных домов студента. Наш вуз сочетает 80-летние традиции и прогрессивные образовательные технологии. Северо-Казахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева. Твоя дорога в счастливое будущее. Мы еще раз поздравляем всех с приближающимся праздником Великой Победы и Днем Защитника Отечества. От всей души желаем мирного неба, благополучия и счастья каждому казахстанцу. А наша программа подошла к концу. Также наши выпуски вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kz. Читайте наши новости в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте. Увидимся через неделю в это же время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok